Мы выехали из Пышмы, Верхней Пышмы. Тимур поснимал там музей, и вот проезжаем, смотрите, какой большой, красивый дом построен. Ну, это уже современная постройка. Ну, очень так даже. Да-да-да, очень интересная постройка. Нижний Тагил, 135 километров. Там в Пышме музей под открытым небом, музей военной техники. С собачкой туда не пустили, сказали, а вы на ручке можете ее взять? Я говорю, ага, 14 килограмм на ручках таскать? Я говорю, нет. Давай Тимур один сходит, поснимает, а я потом на видео посмотрю, и вы тоже посмотрите. Но сделаем это в отдельном ролике, потому что там, наверное, по времени минут 20-30, наверное, будет. Хотя я не знаю, Тимур там снимал. Ну, посмотрим. Сколько будет по времени, столько и будет. Тагил! Время 11 вечера. Мы подъехали к Нижнему Тагилу. Но гулять по городу будем уже завтра. Мы в Нижнем Тагиле сняли квартиру на двое суток, потому что нам нужно постираться, искупаться, отдохнуть, выспаться, вещички свои аккуратненько сложить, потому что дальше мы еще будем несколько дней путешествовать. С собачкой. Нам разрешили с собачкой. За собачку доплата. Вместе с собачкой 1800 сутки. Это дешевле, чем гостиница. И здесь есть все условия и все удобства. Стиральная машинка. Первый этаж для нас вообще отлично, чтобы с чемоданом не подниматься. Микроволновка. Давайте посмотрим. Все чистенько, все аккуратненько. Квартирка шикарная. То, что нужно. Ричик обследует новое жилье. Да, Ричик? Ну, и теперь с вами посмотрим комнату. Так. Вот это все покрывало, да? Постельное белье можно все брать. Смотрите, как чистенько, какой уютный диванчик. Кровать. Однокомнатная квартира. Ну, просто шикарная. Вот. А мы свои тут, что в постели покрывало, перестираем. Да, Ричик, твое ты на нем спал, да? Перестираем. Ну, в общем, мы сейчас пойдем погуляем. Пообедаем, продукты купим. Вечером ужин, наверное, сами приготовим. И самое главное нам искупаться, выспаться и стирку зарядить. Даже есть робот-пылесос. Но, в принципе, мы убираться не будем. Мы двое суток здесь. Мы аккуратненько. Мы в основном только спать будем приходить. А все остальное мы гуляем по городу. Холодильник есть. Идем гулять по Нижнему Тагилу. И очень хочется есть. Уже время послеобеденное. Пораньше мы уже сегодня приедем отдыхать будем. В кафешке с собачкой нельзя, поэтому мы будем в машине. У нас вот такие блинчики с курочкой. А это сладкий блинчик с порошком, с клубникой, со сгущенкой. Мороженое и чай. Тимур, приятного аппетита. Спасибо. Мы выехали погулять по Нижнему Тагилу. Нам нужно найти магазинчик сувениров. Для того, чтобы на персточки посмотреть. Ой, Ричик засыпаешь что ли? Да, я не знаю. Он такой носом чуть не клюнул. Да, мы очень мало сегодня спали, поэтому долго гулять не будем. Поедем, машинку стиральную зарядим. Скупаемся и спать ляжем. До конца маршрута 600 метров. Вот здесь красиво уже. Такие старинные постройки, здания, дома такие. Мы любим вот этот. Это вот видно старый центр, наверное. Так, а вот это с колоннами, наверное, театр. Я так думаю. Так. Скорее всего, не встать. Здесь золото. Вы знаете, мы забиваем магазин сувениров и не можем найти. Так и нет, да? Фирменный отдел мясной кастроном. А где-то должен быть сувенир, да? Дальше там, да. Дальше? Ну, идем прогуляемся. Ну, сейчас прогуляемся. Должен вот там дальше быть магазинчик сувениров. Ну, мы, в принципе, еще и завтра можем погулять. Сегодня мы, конечно, уставшие. Отоспимся. Завтра еще посмотрим, какие достопримечательности поищем. В интернете все можно найти. Ну, да, я угадала. Драматический театр. Кстати, очень похож на наш драматический театр. Здесь наверху вот скульптуры красивые. Скульптуры красивые. А, здесь есть трамвай. У нас в Оренбурге трамваев нет. Здесь трамвайчики. Иду, иду, иду. А что плачешь? Иду, иду. Скулит, что я отстаю от папы и от него. Ну, вот здесь уже поинтереснее, повеселее клумбы. Парк вот. Парк. Вот здесь уже пахнет хвоей. Здесь уже такой свеженький запах. Смотрите, что интересно. В парке яблочки растут. Тимур, видишь? Вон, яблонька. Здесь вот часто встречается рябина. Красивая. Березы. А здесь вот сальвия, цинерария, цветочки. Нас в Оренбурге тоже такие сажают. Они жару хорошо выдерживают. Петуньи вот. А вот эта площадь перед драматическим театром. Вот эта улица, Тимур, мне напоминает, как у нас в Оренбурге, Богдана Хмельницкого, да? Такие дома похожие. Вот здесь прям напоминает мне Оренбург наш. То есть, в той стороне был киоск сувениры, но там наперсочков не было. Нам подсказали. Вот сюда, если свернуть налево, будет магазин Лариса, называется. И там есть сувениры. Да, это вот центр города. В принципе, если здесь нету, то не знаю тогда где. Поспрашиваю еще у кого-нибудь у прохожих. Я вот у женщины спросила. Она сказала, посмотрите вот там. Ричик ищет машину. Найдет нашу машину? Нет? Он уже машину воспринимает, как дом или как будку. Тянет нас. Что, пойдем отдыхать домой? Ой, побежали, побежали домой. Пойдя, пыль, домой. Сейчас мы объедем, потому что это далеко. Мы пошли там, полдороги прошли. Потом же возвращаться за машиной на другой улице. Но если там нету, то не знаю где искать. Мы уже в третий магазин заезжаем. Нету наперстков. Вот тагильский поднос. Магазин на улице Ленина. Вот такой магнитик. Деревянный роспись. Ручная роспись. И вот здесь вот меленько написано Тагил. Я вам говорила, здесь красивые рябины посаженные. И вот такой вот тоже магнитик. Нижний Тагил. Ну ладно. Такие вот сувенирчики небольшие. Из каждого города привожу. Конечно, предпочтительно бы наперстки. Ну если нет, хотя бы такие. Я только сейчас разглядела. Это не дерево, это пластик. Ну ладно, тоже красиво. Эффектнее, конечно, было бы, если деревянный. Что они такие вот? Сувенирчики. Ух, жарко. Вот это мы нагулялись. Все. Товарищи. Все. Я не могу. Речик искупался. Вытирайся. Речи. Вытирайся. Речи. Иди сюда. Вот. Речик. Речик. Вытирайся. Вытирайся. Молодец. Молодец. Вот так он вытирается. Умничка. В квартире вот все есть. Полотенчики. Зарядники. 5G. Wi-Fi. Я тут ванну набираю. Стирка у нас тут полным ходом идет. Единственное, мы в магазин не заехали. Надо еду готовить что-то. Но мы так устали. Я теперь даже не знаю, о чем мы сегодня будем готовить. Телевизор огромный. Плазма. Правда, мы им не пользовались. Мы в интернете сидим. И здесь даже есть, смотрите, детский столик. Вот маленькая однокомнатная студия. Так все продумано. Вот, видите, стульчики. Речик, да, для тебя. Карандаши детям порисовать. Вентилятор, если жарко. Огромный шкаф. Сушилка для белья. И в прихожей тоже шкаф. Гладильная доска. Утюг. Сейчас мы все перестираем, погладим, сложим. И все, и поедем дальше. Речик довольный. Нравится ему так. О, смотрите, даже весы есть. Кстати, по ощущениям мне казалось, что я на пару килограмм похудела. А на самом деле на пару килограмм поправилась. Вот это я даю. Не знаю, сколько мы целый день ходим, гуляем. Ну, вот как-то так. О, пельмешки. Тимур в магазин сгонял. Купил. Смотрите, какие мелкие-мелкие. Как Тимур называется? Что-то там элита Сибири. Элита Сибири. Тимура с майонезом. У меня без. Цезарь. Гордость Сибири. Смотрите, какие пельмешки. Мелкие-мелкие. И, кстати, тесто такое тоненькое. Очень вкусные пельмешки. Мне прям понравились. Нам приятного аппетита. Садимся мы ужинать. Вот так, видите, кухня. Так, всё. Аккуратненько. Чистенько. Замечательная квартирка. Прелесть. Речка, что ты там покушал? Ты поел? Речка. Речка, ты поел? Пельмешки выпрошуешь? А? А, ты хитрая собачка. Ещё показывай. Показывай. Ещё положи. Носом тычь. В чашку. Тебе нельзя. Ну, хватит. Чё ты парочку съел? Хватит. Живот будет болеть. Соль, сахар, чай. Даже зубочистки есть. Ну, всё. Мы уезжаем. Убрали всё. Аккуратненько тут шкафчик. Сложили. Показываем, в каком состоянии. Оставляем квартиру. Мусор за собой забрали, вынесли. Хотя, в принципе, предусмотрено, что убираться будет хозяйка. Но, мало ли, вдруг нам ещё придётся приехать, чтобы нас с удовольствием пустили. Посуду всё за собой помыли. Сейчас чайничек нальём в термос и поедем путешествовать дальше. Спасибо большое хозяйке этой квартиры. Очень уютно. Всё необходимое. Даже шампунь, бальзам, кондиционер. Там, ну, вот от и до квартира укомплектована. Вот. И 1600 сутки плюс 200 рублей за собачку в сутки доплата. Ричик, тебе понравилось? Ричику очень понравилось. Показываю. Ричик у нас не хулиганит. Мебель не грызёт. Ничего не пачкает. Ну, то есть, мы всё застилали. У нас свои прослыночки, пелёночки для Ричика. Вот. Собачка ничего не дерёт, ничего не грызёт. Так что, вот, снимаем на выезде. Вещи я уже приготовила. Так, мои кроссовочки. В общем, показываем, в какой частоте мы сдаём квартирку. Чтобы мы ничего не повредили. Вот. Собачка, пожалуйста, нигде не писает, нигде не гадит, ничего не грызёт. Собачка воспитанная. Всё, чайник закипел. Наливаю термос. И в добрый путь. Так, искупались, душ приняли. В порядок себя привели. Так. И вот видите, как удобно, что я волосы отрезала. А голову прям удобно мыть, и она быстрее сохнет. Когда длинные волосы, это проблемно. А в общем, мы едем. Путь нам предстоит не близкий. Это где-то километров 400. Мы сейчас будем путешествовать по Пермскому краю. Не знаю, какая там у нас будет программа. В планах у нас посетить Кунгурскую пещеру. И водопад, и каменный город. Ну, а там уже походу посмотрим, какая будет погода. Удастся ли нам осуществить все свои планы. В добрый путь. Ну, а вам приятного просмотра. До свидания. Продолжение следует...